Продолжаем наше мыторство. Поехали! Поехали, поехали. Единственное что сейчас конечно надо будет что да а я продать то так патерни вам здесь патерни есть тут мамон блокстав кстати мамон не под мамоном а вот патерни кстати очень так с патернием а все вспомнил рэлмин блин продаться забыл короче теперь придет постоянно использовать вот эту штуку призрачный лук то есть это мне сейчас тапочки плюс 14 и посох плюс 14 жесть подтянул конечно прощайте хорошо было с вами броню на место и тэп им все обратно к пиратам ах оставьте ах оставьте так может я думал тут оставим вот тут вот тут вот пусть стоит под так сказать в тенечке на травушке загорай милая отдыхай да теперь конечно это стало немножко повеселее ай ты куда ты блин да что ж ты кто-то становись ты ядренка черышка а мне это кончилось не сказать что же прям совсем все плохо все печально что не поиспользуешь и ничего это неправда то есть даже на 1 и 3 это не так уж и плохо но все штыки все штыки так еще нам вниз да нам вниз вон туда к капитану вернену на каждого него сегодня вряд ли дойдем такими темпами но попытаться имеет смысл ты меня заметил или что заметил так ты вот от меня доставишь нет иногда лодка это просто лодка так будем изучать это самое смешное что даже при такой лютой прокачки до заклинаний один черт вот если вспомнить тех ребят ну из подземелья они все равно меня жрут жруч легко и не напрягаясь лежать ну хотя бы те крабики эти с первого удара вышибаются хотим помарать с первого удара вышибались это большие с двух так а что это статуй она не виделись статуой спасибо вот это я понимаю давно мы кстати не встречались ставку то есть одна статуя бланда у нее так и не получилось добраться я так и не понял в чем там приколюха то есть она действительно такая недоступная лет разработчики что-то напутали так сказать когда текстурки рисовали хрен его знает до на большая куча каких-то текстур деревня блин и вся в этих мертвяках ах с одного удара красота так мостик мостик это интересно мостик это у нас ага хорошо давайте сначала этот островок исследуем эх а все-таки жалко что у шара нет какого-то вот эффекта разрыва там поджигание еще что-то разрыва там поджигание еще что-то не хватает очень о молот фика точно не мое это даже без вариантов было бы смешно если взять этот молот подходил бумагу маг молотоносец не но это тор в принципе уже маг так то есть подумать стихийно все-таки хотя фиг узнать на самом деле как я уже в свое время сидел тут фантазировал на тему того дополнительных возможностей так сказать заклинаний продолжаю на это дело продолжаем мечтать об этом ну серьезно огнинцы огнишар поджигание взрыв увеличение действия по площади пробивная какая-нибудь тема например ну да это взрыв по сути то есть когда он бьет не прям вот конкретную цель а по небольшой площади вокруг нее как я уже говорю пусть она будет совсем маленький совсем чуть-чуть по крайней мере уже плотную группу будет весело долбить чем только тех кто спи сбоку слева или справа а в принципе тех кто слева тех кто справа тех кто и сзади тех кто спереди стань оперативный хотя учитывая все происходящее мне бы сейчас было актуально плюс 14 к этому каменной коже блин они все равно меня пробивают вот я не понимаю серьезно я уже каменную кожу блин еще на 3 уровня вкачал еще но ощущение как будто ты ее не качаешь вообще они все равно тебя грызут так ну то что я сейчас босса пусть и мини босса все же таки босса приколотил просто стоп то что 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 а нет сейчас босса приколотил к земле за один удар это было хорошо включил что это очень хорошо все таки вот я большой поклонник все таки танков хоть что говорить не в смысле world of tanks а в смысле этих не ддшников в таких играх а все таки танков не знаю почему как тут мне больше нравится когда персонаж выдерживает может быть не очень много наносит урона но при этом зато выдерживает урона почти не чтоб можно было выйти против любой мразоты просто в лобками суткнуться и сказать ну и чё ну и чего чё ты мне хочешь сказать побить меня ну на ударь как говорится хрен тебе во всю рожу поводить три раза слева справа туда и сюда вот зачем ее было так огораживать а я может хочу помолиться этой милой даме с шикарным бюстом мини шикарными ножками и бедрами и конечно да мадам фигуристая мягко говоря такая ногой обхватит захочешь вырваться не смоешь как там немножко такое на грани фола но сексуальная рода его в позе в будучи в позе всадницы скажите ему милый перед самым так сказать окончанием действий скажите ему милый у меня сегодня небезопасный день а я хочу от тебя ребёнка милый я хочу от тебя ребёнка и попробуйте удержаться это для девушки с чумом в клетке тоже пират да учитывая огромное количество зомбаков на этом острове посадить одного из них клетку это да эффективное действие ничего не скажешь ой ошибся не успел применить заклинание до того как ускоритель слетел мне сейчас конечно надо будет я говорю в обязательном порядке все вещи на этот сокращение ну сокращение касса времени касса ой господи как его восстановление потому что потому что и конечно же это для серафима кстати хотите поржать вот это забавный момент я помнится говорил что типа играл бы я там за каком-нибудь серафим так нибудь наверно мага падала вот как в воду глядел у одной девушки смотрел прохождение вот этого вот сакрада тоже андер ворлд андертайд путать постоянно вот она играла как раз таки вот кстати вот той самой которая серафим 69 левел что ли вот здесь была уже проходила заканчивал точнее прохождение андер андера и что вы думаете у нее просто завален был сундук шмот не сундук а этот инвентарь просто она как раз серия она как раз пошла к торговцу избавиться от лишнего у нее инвентарь просто был завален шмотками на мага рунами на маг все на мага просто я говорю уважаемые разработчики вы вы козлы сволочи и уроды после такого ну потому что на самом деле это херня какая то ну зачем так делать то блин что это за как сказать или вы таким образом пытаетесь показать что надо играть в кооперативе типа если серафим будет бегать с магом потом просто шмотками обмениваться так что ли нормально гульнули неудивительно что они все сегодня с утра как мертвецы так бухать с такого по такая похмелюга будет моя почти не не ну серьезно что это забредятел зачем так специально то делал ладно будешь тогда равномерно выпадало Ну, то есть... Чёрт, посох мага. Правда, это большой какой-то, да и белый. Ну, мало ли, а вдруг чё? А вдруг чё? Кольцо давай глянем, что ж? Отстань. Посох говно. Кольцо какашка. А я говорю кольцо. Какашка, уйди. Так, ну давайте на следующий островочек. Так, краб-убийца. Поняли, да? Не просто краб, а краб-убийца. Краб-убийца твоей мамки, что ли? Так. Так. И так. Паучи. Да, крабов тут мое почтение. Краб-охотник. Краб-убийца. А краб-бургер тут есть? Не, ну а чё? Отстань. Большое страшное животное с клешнями. Отстань, профессиональный игрок в доту. Кстати, вот интересно, кто первый назвал? Ну, то есть, откуда впервые пошло вот этот вот рак, краб, там, клешнями и всё такое. Какая игра, так сказать, первая у дота? Хотя это, наверное, вообще давно был. Я, конечно, ещё в какой-нибудь самой первой линейке или ещё раньше, не удивлюсь. Но любопытно, любопытно. Как сказать, откуда? Кто первым? Именно в играх? Именно в играх. Я понимаю, что само-то выражение могло пойти там вообще из каких-нибудь древних времён, в конце концов. Но вот именно само выражение, именно относительно к играм. В какой первой игре это прозвучало? Типа ты там, дятел. Что ты, рак и так далее. Какая первая игра удостоилась? Как это? В какой первой игре засветился самый первый рак? Представитель ракообразных. Крякообразных. Так, давайте сначала остров осмотрим, а потом уже в подземелье полезем. Я уверен, оно здоровенное, блин, так что можно особо не париться. Нахрен, я его сегодня уже не успею. Так хоть остров откроем. Целиком. Ой, застрял. Застрял. Ага. Ну, как я вот уже говорил, 1,3 секунды это вроде бы не так уж и много. То есть, но задержка всё равно уже ощущается. Поэтому нет, всё-таки надо. Надо, надо, надо. Не забывать прожимать ускоритель. Уже без него не получается. Ну и, конечно же, да. Найти бы какой-нибудь... Найти бы какой-нибудь ещё, ещё одну плюшку. Вот, типа этого пояса. Где он? А, стоп. А, я из-за Амари снял тот пояс. Плюс 112, да? Хм. Да, в таком случае есть вероятность, что я его верну. И что-то и забыл совсем, что я его... Ну, блин, вот эти вот 10% секретных повреждений. Я говорю, надо будет почитать сейчас, что это за секретные повреждения. Имеют ли они какое-то отношение к магии? Вот в чём дело. Это ведь тоже как бы... Внимание, вопрос. Может, эти секретные повреждения идут чисто от, ну, рукопашки. Хотя, вряд ли. Честно говоря, учитывая, что Амари, видите, тут ментальная регенерация, заклинание, защита. Он явно заточен под мага, а не под рукопашника. Так, скорее всего, всё-таки имеется в виду именно... Какое-то особое повреждение магии. Оно где-то прописано у меня? Нет. Хоть вот реально не хватает вот этого вот момента с тем, чтобы тебе просто прописывали. Ну, то есть там урон такой-то, урон такой-то. Ты бы хоть понимал, а то написали 10% секретных повреждений. Что это за повреждения? Даже вот здесь ведь ничего не появилось. Ну, ты чё, беда. Никакого дополнительного описания или ещё хоть что-то, как говорится. Вот, кстати, а ведь это реально косяк, недоработка, я имею в виду. Потому что, вот так себе подумать. Вот в игре у тебя нет информации. Окей. И где её, простите, искать? Ну, то есть вот, ох ты, спасибо. Это руна. Тяжелый прыжок, это руна. Вот просто только кто. Тут тоже есть варвар, который делает... Прыжковый варвар, блин. Хай-хай-хай-хай-хай. Ха-хай-хай-хай-хай-хай-хай. Знаете, если бы, отчитывая скорость этих прыжков, там же реально можно варвара прокачать на очень быстрые прыжки, когда он просто там скачет. Можно было бы шутку сделать на тему этих каких-нибудь там этого... Хей-хей, казачок. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну а чё? Чтоб варвар не прыгал, а шёл в присядку просто-напросто. Ха-ха-ха-ха-ха. А чё бы нет? Ага. Отключилось. Кстати, можно будет потом посмотреть, смогу... Может, я вот эти два смогу слепить в этот... Ну, в единую. В комбу. В комбу. Не знаю. Вот, кстати, тоже в обзорах на Сакр, да, все прям так... Ну, на обычный Сакр. Не на вот этот, не на Нандер. Все так прям фапают на эти комбо. Комбо то. Вы прям можете сделать супер свой удар. Бла-бла-бла и всё такое. Вот сразу видно современных игровых журналистов вцепиться в какую-нибудь штуку и... Я говорю, именно вот эту современную... Какую-нибудь штуку и начнут её облизывать со всех сторон. А то, что эта комба, простите меня... Как говорится, откидывается в течение получаса, это никто не упоминает. Что там, как говорится, даже самая банальная слепка из двух каких-нибудь умелок становится... Гуляй. Отжирает, мягко говоря, времени больше, чем они две вместе взятые. Ну, то есть, как бы, комба становится бессмысленной. Потому что проще про... Плюс, что эта комба срабатывает, например, не сразу одновременно, например, оба заклинания. А просто тупо по очереди их кастует. Что тоже, в общем-то, нифига не прикольно. Это может... И при этом... Опять же, учитывая, что скорость, скажем так, восстановления этой самой комбы... Ну, она, мягко говоря, ниже, чем если две подряд прокастовать... Точно-то получается какая-то фигня, откровенно. Ну, не знаю, в общем. Может, я, конечно, в чём-то ещё не разобрался. Есть тут какие-то зелья, но тоже их с собой таскать... Знаете, как бы много ты их с собой унесёшь. А эти комбы лепить ради каких-нибудь драконов, так ты с ними обычным способом нормально справляешься. Ага. Ну, то есть, как бы всё. То есть, мы не то, что успели, мы ещё и обратно пошли. Я как-то недооценил себя. Ну, здесь... Да, недооценил я свою скорость. Иногда и я умею. Но тут в данном случае всё-таки больше сыграло роль то, что не так уж тут много наполнения. На этом острове практически ничего и нет. Зачем я собираю деньги, а? Сколько их у меня, кстати? Сто шестьде... Один лям... Нет, стоп. Раз, два, три, четыре... Нет, шестнадцать лям. Фу, я уж думал, сто шестьдесят один лям, блин. Это было бы слишком круто. Подождите, как шестнадцать лямов? А у меня разве не тридц было? Хм. То есть у меня разве не тридцать петь лямов было? Хм. Любопытно. Может быть я, как раз, что-то путаю? А может быть срабатывает та тема, которая забирает часть денег вместо... Урона, так сказать... Если так, то... Нет, прикольно, что она работает. Так-то. Без дураков прикольно. Лежать. Лежать. Давай. Давайте-ка сохранимся сначала. Узнаю я эти... Задание, блин, сейчас выдаст какую-нибудь фигню. Прохлядь не снято. Ага. Мы смазины, теперь мы наконец сможем отправиться в гавань смерти. А можно вот этих тоже всех забрать? Ну да, вулкан. Да, ожидаем. Я так и думал. Шо мне оттуда и... Продать, 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 продать. Так, а ничего нету? Что я же зашел, так не посмотрел. Вдруг у тебя что-то полезное появилось? Бывают же чудеса на свете, блин. Ну да. Огненный шар плюс три. Детальная регенерация. Но, кстати, один к защите. Хм. Кольцо-то неплохое, кстати. Ну нет, шо мне... Купить, что ли, о? Пусть лежит. Ну, оно много мест не занимает. Вдруг я все-таки однажды... Доберусь, так сказать, до... До этого, до кузнеца. Вообще, кстати, странно, что на острове пиратов нет вообще ни кузнеца, ни комбо-мастера. Ну, как бы... С одной стороны, пираты и все такое, но с другой... И чё? А им типа это такое не... Как это? Я, говорит, человек семейный, я таким не пользуюсь, что ли? Нет, просто реально странно. Кольцо-то неплохое. Причем, заметьте, оно белое. Может быть, наконец-то стал срабатывать навык торговли, блин? Ну, блин, он у меня уже был. Сотого-то левела. Да, даже больше. Он не был за счет этой штуки-то прокачан, как она называется. Ага, сказал Макс, сжигая всех к чертой матери. И прям... Прям полный иммунитет к огню. Как я уже говорил ранее, а мой огонь имеет их иммунитет по полной программе. Так, как тут пролезть-то, я уж не помню. Брось. Встань. Противная морда. Но, кстати, вот интересный момент, что благодаря этим рейкам я как-то особо практически сейчас даже заметно меньше стал тратиться на восстановление. Именно на эликсиры и так далее. Ну, видите, вот здесь вообще, конечно, контраст какой-то, да? То какие-то монстры, которых ты вообще ничего с ними сделать не можешь, они тебя просто, как говорится, лупцуют, как хотят. То ребята, которые против тебя, ну, вообще ни о чем. Откровенно, странно. Очень странно. Почему так? То есть, вот эти ребята все, они мне... Нет, ну, они, конечно, опасные, себя будут тупить, но в целом, они ни о чем. Я тебе попинаюсь, а. Опять титанская территория. Не нравится она мне этот синий цвет, противный или серый, даже не знаю. То есть, вот, они все, как-то, вышибаются с одного удара. Ну, ладно, тут понятно. Сейчас у меня... Сам, как-то, докачал до абсолютно свинского состояния заклинания. Если бы, если бы у этого огнишара все-таки была функция какой-то атаки по площади, то он бы реально был, как пистолет в Dead Space, короче, в Dead Space. Сам первый. Оружие, с которым, по сути, можно всю игру пройти. Если слегка поднаблатыкаться, так сказать. Прости меня, дорогая. Не знаю, за что, но прости. Позволь мне поджарить твой стейк. Ой. Мне ж ты говорил, ну, не умею я на кухне. Сгорел. Эх. Эх, дорогая, дорогая. Ты сгорела в пламени моей страсти. Нет уж. О, опять вы. О-о-о. О-о-о, вот то, что я этих ребят стал с одного удара вырубать. Вот это круто. Парни. Вы это. Попали в страну за текстурию. Поздравляю вас. Еще одни. Сочувствую, ребят. Но выбраться оттуда вам не удастся, скорее всего. Это плохо. Будете там сидеть. Эх вы. И мне вы ничего сделать не можете. Вы меня даже не видите. А, ну, кстати, нет. Вообще-то стойчика. Сейчас минутку. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. 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 А так вот. А я могу. Хе-хе-хе. Интересно, да? Получается, здесь стенка как-то неправильно прорисована. Но так-то, по факту, мое заклинание должно было не распространяться туда. А оно распространилось. Что такое? Слышь, не наглее, а? Опять не привязывай, блин. Тоже мне. БДСМщики профессиональные. Так. Это печально, потому что у меня время уже. Так что знания. Давайте-ка мы это великое знание оставим на следующий раз. Да-да, на самом интересном месте. Ну, просто, блин, сейчас пойдешь туда, там какой-нибудь диалог, кого-то прибить еще что-то. Это еще минута, минута, минута. И вот уже вместо полчасового видео 40 минутное. Нет, не надо. В следующий раз начнем сразу с мордобоя. Или, я не знаю вообще, что мы сюда поперлись. Я задание нифига не прочитал опять. В общем, народ, давайте на этой условно положительной ноте. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Если подписались, обязательно нажимайте колокольчик. Это очень важно. Делитесь этим видео в соцсетях. Рассказывайте. Ссылка на плейлист и на поддержку канала, как обычно, в описании под видео. Всех, кто же досюда досмотрел, обнимаю. Парни хлопаю по плечу. Девушек чумукаю щечку. Ну и за этим все. Всем счастливо. Сакрат Форева. Сакрат Анкария. Особенно Форева. Компания Андерворлд. Не знаю, она явно хуже. Надеюсь, вторая часть будет получше. Но это мы все увидим в следующие разы. И так далее, и тому подобное. А да, я надеюсь, больше таких монстров-боссов, которые меня ваншотают, таких больше не будет. Надеюсь. Надежда умирает в последних страшных мучениях. Ладно, все. Всем. Черт. Слит. Вау.